неужто мы в эфире друзья просыпаемся культура потребления добавляем динамики здрасте и мы в эфире после небольшого перерыва у нас в гостях сегодня мне ван журавлёв больше так он известен во всех кругах так сказать самары и не только самары иван журавлёв привет да привет ребят был у нас вам где-то наверное более полутора лет тому назад играл музыку что сейчас происходит твоей жизни музыка осталось ли за бортом либо во-прежнему как-то присутствует что происходит у нас такая вот ретроспект финансирование у нас было много приставок x у вами xx радиоведущий x диджей еще что-то там x почему это x но как сказать вырос распрощаться с музыкой тяжело если она где-то тебя глубоко в сердце да то она всегда тебя сопровождает но сейчас на данный момент в этапе моей жизни таких диджейских ночных тусовок стало меньше значительно с радио тоже пока на данный момент все а по той причине то наверное это был мой потолок здесь самаре развитие дальнейшее наверное прервалось и подразумевалось либо движение куда-то в москву или в движении в сферу проведения свадебных мероприятий но свадебные не считаю своим поэтому с радио было закончено плюс еще это нехватка времени потому что этот процесс он все равно берет на себя очень много времени ну соответственно с радио было закончено сейчас буду периодически крайне редко где-то застреливаю для тех кто не в курсе я напомню то что иван журавлев это x радиоведущий love радио сколько ты лет там до мегаполис много лет на мегаполисе тоже много лет на love радио ну смотри ты сказал что потолок достиг некоторые радиоведущие у нас сидят самаре по 25 лет по 20 лет чего они могут уйти смотри но а для меня как бы это развитие каким образом протекал 10 лет в общей сложности на радио было там было несколько авторских программ и одна из них на мой взгляд была наверное тем к чему стремился долгое время вообще начну наверно с того момента как это все пошло а будучи маленьким мальчиком там лет в 5-6 еще как раз только тогда появился мегаполис ну и в 6 лет 7-8 вот так вот мы с старшим братом младшим братом собирались у него дома и слушали радио потом так знаешь на мафе нажимали кнопочку рек и записывали свои какие-то эфиры передавали привет и делать заявки не сбокать мечта с детства да и потом она осуществилась четвертом году когда я пришел на мегаполис и меня взяли будучи студентом для меня это было во первых огромное хобби который приносил какие-то деньги постепенно она развивалась развивался про деньги на радио мы сейчас поговорим отдельно а привело пожалуй второму хобби ему и позволило осуществиться во второй мечте это работать в ночном клубе и вот девятом году я устроился в ласт уже как до этого поигрывали какие-то мероприятия университетских дружеских мероприятиях потом мы пытались совместно с диджеями радиостанций нескольких мы организовывали такой проект радиоактивных ребят которые гастролировали по городам самарской области в самаре делали несколько вечеринок кто-то туда входил на расстояние туда входил миша радов сейчас он работает на максимуме дима фокс который сейчас надевами и люк кулагин который работает сейчас во многих клубах как один из самых на мой взгляд талантливых мышам диджеев у нас самаре вот в свое время мы начинали как были известны только про мышам мы тоже поговорим дим запоминай чтобы потом ничего не пролетело вот и соответственно всю жизнь была мечта делать какую-то свою клубную программку и вот она осуществилась если не соврать на минут год двенадцатый тринадцатый как раз это когда мы делали совместно с ночным клубом last и love радио делали проект названием last weekend то есть принципе это ну то программа который я стремился все длительное время ребята поддерживали это был и кирилл баянов а тогда он известный как йови и майкл диджей майкл мишка вот мы соответственно вместе делали программу к нам присоединился андрюха свит ну то есть той команды которой мы работали властью мы эту программу и сделали то есть тогда еще на радио можно было вставить в рамках своей программы то что хочешь но у нас было довольно лояльное руководство вов радио и было интересно продвигать какие-то свои проекты плюс проект был совместный с клубом и ну спонсорский проект так сказать что сильно спонсорский был здесь знаешь основным наверное фактором сыгравшим в нашу пользу это было то что проект был очень качественный как бы ну такой греющий душу неофициальный факт что love радио московская отслушивала проекты региональные и он в принципе лег в основу того шоу которое идет по моему до сих пор даже на love радио в москве то есть в принципе он у нас по качеству вышел на тот уровень когда за него было не стыдно его можно спокойно продавать но он у нас был не маркетинговый проект а больше такой для души и в результате он нож как тоже до сих пор ребят у друзей есть там записи какие-то эфиры кто-то ездит куда-то на дальнике там там ездил саратов игры слушай ехал всю дорогу туда обратно слушал там программу ночи приятно как такая ностальгия носов еще принципе здесь можно сказать что сама эпоха вот того ластом которым я работал которая пришел и формат который мне был очень близок такого коммерческого хаоса веселого в принципе сейчас эту эпоху ушла и и как таковой ну ее наверно заменил мешап который не совсем близок мне в том формате как он сейчас звучит ну и ушли сейчас клубы всех типов и как таковых клубов сейчас досталось единичным вот раз уж пришли мы к тому вопросу про мешап ты говоришь мешап мешап что такое в твоем понятии мешап потому что есть классическое определение формата мешап то что происходит самаре я бы никогда не назвал мешапом алка трэш быдло дэнс это одно мешап это абсолютно другой вопрос понял смотри но ты как человек который создает музыку и я который к этому тоже был и это к этому мы тоже сейчас еще давай промышла если говорить о том что такое мешап это наложение вокальной партии одного трека на музыкальную партию другого трека по сути вот вот но почему тогда большинство диджеев которые играют час играя вот тот самый про который я сейчас сказал алка как они называют это алка трэш какой-то я называю это как гоповские танцы быдло дэнс почему они называют это мешапом смотри в принципе даже насколько я понимаю можно отнести и понятие бутлега как такового бутлега это ближе как раз к мешапу про то что сейчас происходит наверное просто они хотят себя белить правильно не сказал бы знаешь но в принципе приманцы согласись если послушать то что происходит мешапа сейчас в наших заведениях в основном это наиболее попсовый наиболее понятная наиболее танцевальная музыка и согласен что это можно дать определение алка трэша но в основе в принципе технический момент это мешап все равно он в том формате который наиболее актуален наибольший отзывы у нашей публике согласись все таки у нас большинство заведений большинство диджеев которые хотят хорошо зарабатывать они работают с коммерческой настроенностью и коммерческий настроенность она первую очередь получается тех диджеев которые не приходят как гуру что-то пропагандировать а именно слушать просто рубануть бабла что хочет толпа и знаешь у меня по себе могу сказать что у меня например ничего хуже не было за время там моя работа в ночных клубах чем когда ты ставишь треки у тебя народ рвется а потом ты ставишь трек который ну тебе нравится он тоже крутой возможно потом как выстрелить выстрелить да ставишь этот трек и народ немножко так на тебя смотрит на трансполе блин что такое для меня хуже ничего не было не касался мне в этот момент горели уши и просто меня прям ненавидывал весь транспол всегда хотел скорее что-то поменять но власти мы всегда пропагандировали эту тему что людям должно быть весело что они пришли отдыхать навязывать и музыку мы не собирались мы собирались дать им ровно то что они хотят получить сейчас мы наверное наша такая вот миссия немножко участвует то что делать это очень качественный как у нас всегда был термин вкусно то есть это должно быть значит можно в принципе как у нас друзья иногда происходит на даче собрались возле бассейна бухаем весело открыли контакт там и начинаем ставить руки вверх друг за другом треки на принципе пофигу что они сводятся не сводятся и просто вспоминаем наши любимые треки под них отрываемся в принципе как в большинстве заведений сейчас но вот кстати по заведениям меня некоторые заведения не буду говорить четко про кого но есть заведение которое нас городе появились и огромное количество диджеев которые называются диджеями при этом они мы шага диджеем том что и мы шаг диджеем веселыми движениями они при этом ставят музыку просто знаешь друг за другом чуть ли не звена сейчас он куча программ название там трекеры всякие до трактор и так далее но по сути эта игра свином по и диджеевского там тоже ничего не осталось потому что даже сводить попсовый трек их нужно уметь и нужно делать вкусный в первую очередь от этого нужно гореть самому когда ты сам от этого кайфуешь люди на танцполе от этого рвутся господа диджеи дайте внесу корректовая много говорите о музыке но стоим хотели сейчас про вас поговорить подожди вот об этом мы тоже будем говорить в том числе у нас еще есть кстати вопросы из нашего чада который на портале сейчас он дару давай пусть будет вопрос и буду потому что помимо того чтобы была музыка ты же был шоумен ты когда играл в том же самом власти тебе им все который работал с тобой мешал либо ты сам был у мси либо там вообще этого не нужно было играл только музыка ну как тебя сказать мне очень часто к этому пытались подвигаться к тому что радио диджеем сиделся и родина для этого тоже нами продала тоже говорит орать какую-то веселуху это тоже нужно уметь и нужно чувствовать толпу и иметь хорошее чувство его чтобы иметь хорошее чувство юмора нужно быть во-первых очень образованным человеком вот это первый момент второй момент мне все-таки ближе проведения знаешь каких-то концертов каких-то там стритбола того же самого стритбола да я не люблю вот это вот орать микрофон не в клубе проще все-таки оставить музыку потому что были моменты когда нам нужно было проводить конкурсы в том же сам секса не это проходило довольно-таки часто но проводить ты получалось честно говоря не мне судить но мое личное мнение получалось далеко не лучшим образом поэтому с музыкой мне кажется меня получалось лучше у нас есть вопросы чата с портала самарсити на этот вопрос я вам не отвечу и в этой теме не компетентен домашних животных у меня нет но наверное можно водой так расправлять давайте вернемся и приоткроем завершу тайны по поводу радиоэфира по поводу оплаты как это происходит все по поводу денег мы всегда крутимся вокруг этого и я хочу чтобы люди которые нас смотрят которые нас слушают узнали то что на самом деле радио диджей радио ведущие это не такие боги это не такие люди которые зарабатывают миллионы долларов мы говорим сейчас про самару начнем наверное с того этапа диджейского когда радио диджейского да когда я только приходил я пришел в тот момент это четвертый год был когда культ радио диджея пошел на спад мне рассказывали мои старшие коллеги что приходя на эфир их там встречали толпы людей на выходе ждали толпы людей дарили какие-то подарки фотографии ждал эти толпы не честно говоря у меня не было такого загона но я помню на мысли один раз наверное в жизни была такая штука очень мило я честно не помню как зовут девочку а сижу на эфире это было 5 6 мне подходит наш секретарь говорит вань там те пришли как только мне мог прийти ладно пойду выйду выхожу и стоит девочка она пришла с мамой и был нет наверно 14 они сказали что слушают постоянно на эфиры там вот очень нравится она принесла просила расписаться на какой-то бумажке подарила воскового ангелочка видосвечки да и попросил сфотографироваться мне это было прям ну это в огромную радость для меня это было лестно немножко так подрастерялся потому что это неожиданно хотя на в то же время когда устроился на радио и друзья знакомят себя в компании говорит а вот этот ванек он работает на радио да ладно и потом короче часа два объясняет что блин как это круто как это здорово происходит но опять-таки как воспринимать можно было из этого строить большой культ и говорит что я джей на радио любите меня я бог ну как бы у меня отношение к этому всегда было как огромное хобби которое делалось огромным довольствием как это может сказать любой человек который там за акционирует монеты увлекается не знаю тем же самым баскетболом это не единственная тема и это не самый там вверх вообще вот всего не потолок что касается зарплат действительно у нас были периоды когда но во первых я зарабатывал четвертом году около тысячи рублей в месяц в принципе для меня студенты это были небольшие деньги но они как бы были мной заработаны был период когда мы год и по-моему тоже работал уже на мегаполисе когда мы целый год не получали денег потом были периоды когда денег стало больше в принципе если уж честно говорить на мой период на мой наверно потолок на больше 25 тысяч месяц и она радио не зарабатывал из потом не было предложение такое стать музыкальным директором ведо станции вот я подумал что вот может быть наконец-то поперл я запросил сумму которая меня выстроила мне сказали что к твоей зарплате будет прибавка и вот тогда я понял что все это потолок потому что в принципе диджейник на радио работа на радио ведущими это большой старт наверное большое протеже для того чтобы работать ведущими на различных мероприятиях и вот оттуда уже начинают люди зарабатывать деньги очень многие рвутся на радио чтобы подтверждать своими чтобы быть на слуху чтобы участвовать каких-то знаковых мероприятиях для многих это точно также важно как например сфоткаться не знаю с каким-нибудь крутым артистом или губернатором сказать что вот я вот здесь вел такое мероприятие то есть вот друзья всем ведущим которые начинающим кончающим которые смотрят нас в эфире не ездите на всякие russian showman вот эти вот бредятину вот эту ломитесь на радио но зря серёг на самом деле в этом есть смысл но самый главный наверное посыл это самосовершенствуется у нас у большинства как диджеев и большинства наверное ведущих отсутствует сам ирония и сам редактура вот это наверное большая проблема то что если человек работает на радио он думаю что все я уже работаю все могу и поэтому могу говорить все что угодно а на самом деле нет ты как бы работаешь и таких как ты еще человек 40 минимум городе быть лучшим сейчас уже наверно больше вот давайте немножко биографии вам журавлёва то есть не к этому творчеству представь себе да вот набирается у нас небольшая группа тех людей которые хотят быть радиоведущим и ты по сути говоришь о нашей программе культуры потребления не просто объявлять какую-то композицию а вот что-то нести мог бы ты в качестве за допустим каких-то лекций прийти да то есть и вот в режиме онлайн дать пару рекомендаций тем людям кто у нас готовы узнаешь как тебе сказать что как преподавательно чтобы это сделать нужно посидеть подумать хорошенечко и прописать то о чем ты хочешь рассказать конечно же опыт есть и опыт на мой взгляд колоссальный для нашего города уж тем более конечно есть чем поделиться и есть что писать что делал что не делать но как-то вот профессионально заняться тем чтобы открыть школу радиоведущих да нет мы откроем сами ты просто придешь пару лекций почитаешь будут люди но вот серегина ответ на твой вопрос как зарабатывать на радио культуру потребления друзья близимся к финалу постепенно и плавно есть еще наверное пару-тройку минут давать все уже не еще так мы сегодня много говорили слова last ну вот по некоторой информации планируется еще одна уже я забыл какая по счету реинкарнация данного заведения вань что-то об этом знаешь я честно говоря недавно проходя мимо last увидел что там что-то происходит насколько знаю что от прежнего ласта там остались только стены мое главное пожелание ребятам было она нам сейчас остается главным посылом что если уж открывать это заведение то не нужно его называть ластом не нужно пытаться что-то на прошлой истории сделать потому что повторять потому что этот честно говоря был лост он был особый по шарму потом был ласт который в принципе мной сильно не отличался но отличался наверное по настроению по демократичность после этого пытались переделывать ласт еще несколько раз уже ребята после того как я тут ушел и это честно говоря на мой взгляд кощунство чайную его там превращали а мой взгляд это кощунство потому что но ребят но все-таки есть фантазии можно подумать на чем-то если заведение перестала как бы работать и быть популярным нет смысла пытаться из него что-то еще сделать откройте новый тос как бы идей много желающих много открытий как показывает практика все получается неплохо у некоторых ребят ну что мы спешим вам кстати друзья рассказать о том что 25 сентября мы с димой палом ждем вас на нашей такой клубной версии программы культуры употребления в баре хаям на потаповой 7 25 сентября ждем вас именно там прощаться нет еще напомним о нашем паблике естественно веке точка ком слэш культ под все записи эфиров которые были которые есть и которые будут встречайте именно там в первую очередь веке точка ком слэш культ под чтобы еще вопрос у нас есть три года назад на первой культуре потребления когда был опять же иван журавлёв ведущие угощали ивана вискарем и мы говорили о пиратской музыке скачиваешь ли ты пиратскую музыку не скачиваешь как что касается вискаре это конечно хорошо но всему нужно знать меры мы пропагандируем алкоголь это во первых а что касается пиратской музыки скажу честно начинаю наверное скачивать музыку чем в тысячи втором году там была в основном пиратской музыка потому что откуда взять денег до а после этого последнего года и если брать буду резидентства я всегда за музыку платил и здесь без как бы труд людей должен оплачиваться музыка это большой труд подожди перебью если ты играл попсу как-то мог платить за нее но есть определенные порталы на серёг вот этот момент сразу можно прям или ты имеешь ввиду камерочки хаус по-хорошему по-хорошему если говорить про попсу даже тоже самое по те же самые радиостанции радиостанции не покупают музыку они уберут там определенных базах в принципе есть специальная контора куда идут отчисления денег это там российская авторская какая-то контора а куда идет отчисление насколько я знаю ночные клубы тоже читает определенный процент от своих своей выручки тут уже вопрос там бухгалтерии туда не полезен что касается музыки я и убрал на тех порталах где ты покупаешь подписку где выкладывают ребята там те же свои ремиксы мы шапы они вот уже вопрос может быть к ним где они берут это все и как не получается насколько знаю есть базы и моя душа честа как бы мои чтения были туда планер на вопрос транцевый дипноз настолько мелодика речи ивана что заслуживаемся заслушиваемся уснул да я вяжь камера ушел там в космос ушел запишите диск да-да-да-да-да поеду а чтобы ты хотел сказать иван жировлю потому что для меня то есть было удивление когда также три года назад смотри связь здесь какая есть у нас образование есть основное действие в жизни для меня джейнг всегда был большим хобби клубы которыми относился со всей душой поэтому связи с абсолютно логично и понятно что касается медицины на данный момент я работаю в сфере рядом с медициной занимаюсь медицинскими препаратами данный момент это антибиотики не смотрим и как ты начал улыбаться подозрительно нет когда всегда задаю вопрос кем ты работаешь занимаюсь таблетками всегда улыбка на лицах людей нет но к сожалению сейчас я не успеваю работать по специальности специальности троматологии и по этому выбору уже впал в ту сферу где буду развязывать слушая со стороны да вот уже как прошлого опыта может быть да вот как тебе эфир несколько таких рекомендаций либо наоборот пожеланий вот как ты увидел сегодняшний фирм тебе вот со стороны потому что же может отождествляться и видеть себя извне как да да ну мне кстати очень комфортно не интересно ну как сказать вообще у меня радует то что вас приходят всегда разноплановые люди и это здорово потому что если бы вы только разговаривали о музыке а диджеях мне кажется это будет узко специализировано так каждый может найти себе то что ему по вкусу есть большой плюс что все это выкладывается в интернете а в интернете тоже есть возможность полистать то что нравится оставить то что не нравится убрать вот поэтому так вам дальше работать люди с разных сфер это всегда здорово ну что ж друзья это была программа культура потребления думаю будем закругляться на сегодня в следующую среду обязательно увидимся здесь же в баре борзов в это же время начнет как всегда в этом сезоне по традиции диджей биту кей ну а уже в 20.00 в самаре подхватим это знамя культуру потребления мы с димой павловым и с новыми гостями новые мнения новая информация все это будет здесь уже в следующую среду подберегите себя в следующую среду подберегите себя